ну что мои дорогие с добрым аланийским утром давно я с вами не выходила на связь выхожу сегодня много-много дел перед поездкой мы улетаем в москву уже завтра но у нас прекрасная погода вчера было очень тепло 22 градуса поэтому с милами вчера тут рыбку делали и ничего не меняется аланийская крепость морюшка трасса на нее и смотрим и горы ждемте готовить завтрак и уже будет точно доброе утро и приводить себя в порядок так ну что мои дорогие сегодня у меня прям скромный скромный завтрак я сделала себе тост даже не стала пюре из авокадо делать просто авокадо порезала и тост с тунцом помидорчики чай прекрасный вид на ланью а я хотела что-то еще показать смотрите у меня цветы олесяны пока еще живы вернее олеся цветок пока еще жив не знаю долго ли он меня простоит я вообще не цветовод так а еще я хотел вам показать смотрите авокадо вот турки каким образом делают они просто берут лимон чуть-чуть сбрызгивают до навязать вот так же слайсами как и я щас нарезала и подождите секундочку возьму я масс асюша что ты там у меня так и масло и вот так вот маслом тоже сбрызгивают и все и едят вот так едят авокадо турки я залью может оставлю просто на вечер что сейчас я конечно не съем а еще я вам хотела показать одну вещь вчера моя милана принесла мне вот такой вот буклет это буклет с университета бахче шахир смотрите и думаю может быть кому-то интересно будут цены вот ну вот смотрите факультет фармацевтики 15000 долларов год юридически 7900 педагогических в том числе преподаватели английского языка опять что там 5 530 до медицинский тоже 5 530 экономический 7900 коммуникационный какой-то тоже 7 900 медицинский факультет самый дорогой 25000 вот факультета архитектура и дизайна тоже 7 900 до 7 900 инженерные специальности прикладные тоже 7 900 стоматология 20000 консерватория даже есть вот кому интересно будет вот так называется университет и вот их что это у них сайт да то есть сайт вот тоже можно посмотреть и не все как бы правила тут эти и правила приезда и после приезда и как подавать значит получать студенческую визу большой университет и находится в стамбуле но не только стамбуле у них по-моему здесь вот на карте есть еще берлин кипр вот лондон такой цепочка университет университета вот кому интересно вот по ценам я вам подсказала и это двух лет меня привел к одной мыслим я сейчас сяду машину и буду вам уже рассказывать так побежала и завтракать ну что мои дорогие все я собралась как говорят в турции геннайден с добрым утром значит у нас сегодня 19 января вы будете вечером уже смотреть наш ролик выгрузим обязательно давайте мы с вами долго долго не общались давайте немножко расскажу что у нас случилось и так а в первую очередь я хочу от всей души 17 января был у моей мамочки день рождения и я хочу мамулечка тебя еще раз здесь поздравить самое главное моя дорогая будь здорова потому что все-таки да уже и возраст поэтому мамулечка здоровья тебе здоровья и здоровья ты у меня самая лучшая самая родная самое неповторимое спасибо тебе за все спасибо за мое образование спасибо что дала мне толчок в жизни спасибо что такую хорошую меня вырастила без тебя не было бы меня да потому что воспитание это все-таки такая составляющая большая человека спасибо что я выросла в любящей семье с такими умными родителями ты у меня осталась одна папа у меня нашего уже давно нет и я хочу чтобы ты как можно больше радовала нас своим присутствием и ждем тебя конечно же моя дорогая в гости а уже послезавтра мы с тобой встретимся ура ура вот миллион тебе поцелуйчиков но я тебе уже все по телефону сказала но все равно а еще раз с днем рождения моя дорогая люблю тебя безгранично и так быстренько потому что время уже пол 11 быстренько вам расскажу очень много вообще всего произошло и так а мы летим в москву давайте и я я не буду рассказывать доисканально что и как но могу сказать одно вот опять мы сталкиваемся с нашей бюрократической системы я очень люблю свою родину я очень люблю россию родину невозможно не любить но в турции то тоже полно всякого всякого бюрократизма и коррупции поэтому в каждой стране хорошо по-своему но вот ситуация такая в россии зачем мы туда летим это вообще какие-то выкинутые деньги на ветер по-другому я сказать не могу смотрите для того чтобы милана моя прошла экзамены ей нужно пройти комиссию комиссию именно в комитете образования для чего она нужна но вот дети с особенностями которые есть но там например не знаю с ну не знаю там какими-то сердечными клапанами до замененными с атома с диабетики вот этот прибор я просто не знаю как он называется да но и так далее и тому подобное они должны в россии доказывать а то есть и должна создаться комиссия что они действительно с этим прибором могут пойти на экзамен и это никакое не подслушивающее устройство я считаю что это вообще полный бред есть три диагноз у ребенка есть детям платят на пенсию по инвалидности да они стоят в пенсионном фонде у них есть справка по инвалидности созывается медико-социальная экспертиза просто так это просто так а нам пенсии никто не выплачивает до в россии и мы сейчас должны то есть эти бедные дети должны опять проходить комиссию чтобы их допустили до экзамен доказывать что они не верблюды и что у них что вот без этого прибора это ну то есть они не могут как как правильно выразиться то есть жизненно им необходим и и на экзамене в том числе вот мы летим из-за этого хотя все справки есть она из про у нее проведена операция в россии ну все понимаете ну бред конечно полный ладно что делать и мы там уже и так и так и так и выкручивались и как только не делали спасибо большое за уча школы которые в мытищах и мы летим она нас принимает у себя я снес про и позвонила спросила она уже договорилась комиссии она будет 24 числа и сразу 25 мы улетим обратно то есть на 20 приезжаем она нас временно прописывает у себя в квартире то есть милану чтобы мы прошли комиссию именно в москве чтобы нам не лететь в мурманск и 24 у нас комиссия и мы улетаем 25 рано утром уже обратно сюда в турцию да еще раз большое спасибо за участь школы которую вот от классики м от наша который мы прикреплены и я у нее тоже спрашивала где мне там гостиницу снять андека ничего не надо мне там рядом ну на этаже соседняя квартира она пустует тоже моя и вы будете там с миланой жить ну и очень чудесным образом так я у нее спросил игры можно и мама приедет они говорят да конечно без проблем ну вот так что ей благодарность прям большая большая надо какой-то есть у них презент купить вот вот такая ситуация из-за этого мы летим в россию дальше дальше дети проходят собеседование собеседование будет феврале собеседование тоже не разрешили проходить в посольстве здесь в россии и мы тоже и милана одну уже одна сопровождением двух преподавателей и здесь из классики м они летят а 6 вот мы прилетаем 25 а 6 февраля она уже летит на собеседование и еще такой момент посольство в анкаре тоже нам не разрешила сдавать экзамены в девятом классе у себя в посольстве потому что детей стало очень много если бы это было шесть человек а так как их уже не 6 а 36 то тоже не разрешили экзамены проводить здесь и в июне милана на экзамены тоже летит в москву ну короче ну короче ребятушки бред полный но вот такие вот непредвиденные расходы значит ну что делать надо девятый класс закончить и и поэтому о дальнейшем обучении я буду вам попозже вам рассказывать потому что сейчас мы уже думаем уходить с школы с русской и есть определенные у нас смысле куда дальше отдавать милану но это пока давайте девятый класс закончим и может быть там феврале в марте будем подыскивать и и я вам буду показывать конечно обзоры делать так что такого еще интересного интересного сейчас подождите столько всего голове было и я уже посмотрите я уже сделала себе такой зимний вариант маникюра вчера вчера была ой во вторник была у маргариты с у мастера по маникюру и говорю маргарита как хочешь у нас тут непредвиденные обстоятельства нам срочно нужно лететь в россию надо взять оскара она говорит да конечно без проблем он же у вас такой вообще милаха у нас кто оскара берет потом не хотят никто отдавать значит а вот еще один такой важный момент хотела вам рассказать школа значит я вам рассказывала у меня есть большой видеоролик про школу про школы и про русские в том числе здесь в алании в алании было две русских школах одна классика м и вторая школа приоритет школа приоритет открылась в сентябре 2022 года и перед новым годом приезжали представители я не знаю как у них называется до образования именно из анкары которые дают и продлевают лицензию на 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 образовательные учреждения наша школа классика м ну так как она уже давно и я так думаю там тоже уже подвязок очень-очень много и учредители какие-то из учредителей турки а значит нам продлили эту лицензию школе приоритет которая отбабахала огромное здание в районе оба значит конечно здание просто потрясающе там и детские площадки все такое и там ну и из и сама школа прям такая как американская очень крутая значит им лицензию не продлили ой вернее даже не дали то есть они начали обучение до детей им лицензию приехала комиссия им лицензию не дали то есть каких-то детей перевели на дистанционку но я считаю что дистанционное образование они так еле-еле учатся шелтай болтай а тут еще и дистанционка мне кажется это вообще вот ну пандемия нам показала что дистанционка это еще это вот учеба родителей но это мое личное мнение не знаю как ваше но я считаю что это бред полный совершенно так как им лицензию не дали то многие дети отсеялись и кто-то перевелся в в нашу классику и получается уже не выгодно держать мне это здание да так как обучение они проводить там не могут и значит наша часа посмотрю там не не буду мешать наша школа классика n выкупила у приоритета это здание это просто какая-то восхитительная ситуация лично для нас потому что средние и старшие классы всех перевели в новое здание во первых а это очень близко от нашего дома буквально в километре просто трансфер все равно я оставила так как тут получается трасса проезжая часть и это верхняя оба и не очень удобно ходить пешком так бы конечно можно было бы и пешком ходить вот значит это новое здание и естественно так как милана в девятом классе мы переехали то есть ее класс переехал учиться в это новое здание в здание школы приоритета вообще супер на днях я была в этом здании потому что оплачивала милане на учебу я сейчас вам нарезочку сделала и ставлю видео а вот этой новое нового здания новой школы мне очень сильно понравилась она и просторная большая и огромные спортивные площадки и залы и акта и большой актовый зал ну прям потрясающе вообще поэтому для нас это такой большой жирный плюс что школу конечно с сочувствуем я отношусь кто учился в школе приоритет но вот такая ситуация произошла поэтому немножко деток у нас добавилось два человека наверно в б-класс в наши или три и один человек в а-класс ну в принципе и все ну а мы с вами сегодня у нас много 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 дел а мне нужно перед отъездом заплатить за квартиру аренду мне нужно доехать помыть машину мне нужно маме купить гранатиков и авокадо мне нужно маме купить лекарства мне нужно заехать к нашему моему другу и из политику из украины потому что он попросил помочь там придет его хозяин квартиры нужно будет по переводе переводить ему с английского на на русский заехать в час так помыть машины что ну и еще каких-то много много разных мелких дел так что давайте мы сегодня с будем с вами вместе 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 готовится к отъезду но я думаю что послушайте я вообще не хочу брать каких-то ну большое количество вещей потому что едем и ну тут четыре ночи да получается ну да с пятница на субботу суббота на воскресенье с воскресенье понедельник с понедельника на вторник ну ну да да и и и уже ночью там во вторник мы улетаем поэтому со вторника на среду поэтому я так думаю что мы просто возьмем теплые спортивные костюмы как слава богу нас куртки есть и я на днях мы сходили с миланы купили просто на кроссовки зимний вариант смехом и и ей мне потому что зимней обуви у нас нет и так в алании в алании температура сейчас 10 10 30 до температура 18 градусов вчера было 22 очень тепло говорят что в этом году за 52 года самая жарк жарк жаркая зима я уже смеюсь грибы потому что мы приехали вот все мы с вами едем а тут кстати а я так смеялась вообще женщина одна пишет наташа собирайте свои вещи приезжайте обратно вы тут бросили свою маму это вообще вот я не вообще не понимаю когда люди что-то пишут вот вы знаете обо мне вот такую малюсенькую вообще часть что у меня тут происходит как у меня мама мы с мамой постоянно на связи самолеты летают все хорошо буквально в там в 400 километрах рядом с брянском москва мама живет в брянске моя родная сестра живет в москве так что не переживайте мама у меня не одна с ней все хорошо ходит за здоровьем следит к врачам ходит мне все рассказывает сейчас немножко приболела мама вылечивая насморк чтобы послезавтра была как огурец вот так что в весной я так надеюсь я надеюсь мы сейчас не переговорим на эту тему что мая конечно она к нам приедет чтобы может быть потом в июне или в конце апреля ну подумаем с ней сядем поболтаем и решим когда ей взять билеты вернее когда я буду билеты брать потому что прекрасный такой прекрасные будут дни и уже весна и и муришь кожа будет прогреты так что я думаю и не так сильно жарко и хочу чтобы она к нам приехал ребята когда вы не знаете не надо писать и здесь я в турции чувство себя очень счастливой нет у меня зимы нет у меня темных ночей если бы вы прожили 39 лет на севере как я то было бы точно так же радовались каждому солнечному дню когда я выхожу именно здесь в турции поэтому не пишите какие-то вот гадости не пишите того чего вы не знаете все у меня хорошо здесь я счастлива все под контролем оскар милана никого я не бросаю мама моя вот поэтому не переживайте все у нас the best так выдвигаемся короче попробуем сейчас я быстренько доеду до рынка попробую вернее что там пробовать гранаты есть заодно попробую помыть машину вот что что чтобы там очереди грандиозной не было потому что к 12 мне нужно будет к риэлтору заплатить за жилье все мои дорогие выдвигаемся выдвигаемся быстренько быстренько едем ой какая хорошая погода ну как этому можно не радоваться я не знаю просто влете я каждый день выхожу и не могу нарадоваться вообще вот этому счастью вот этому теплу вот этой красоте вот этой природе зеленой травки солнышко цветочком блин это так круто вообще просто потрясающе потому что мы вчера с миланой вот тоже обсуждали ее дальнейшую жизнь и так далее и гремела на давай вот что-то думать может быть какой-то колледж еще что-то потому что ну наше образование тут как бы совершенно не котируется я говорю ну смысл до дальше идти учиться в школу в русскую и ягоды где хочешь ты хочешь здесь остаться на год мама ну конечно я так хочу здесь поэтому не и милане и оскар мы даже вас миланкой тут на днях оскар у нас такой игривый стал просто в мурманске он постоянно спал это просто как это флегматичная была собака тут вообще он начал так играться он у него такое настроение он всегда улыбается ну вот совсем другой пес так что мы здесь все втроем вот прям ожили вот честно так что все у нас хорошо не переживайте все погнали так мы заходим в школу уж уже все смотрите переделали все в классику смотрите какая просторная я хочу показать немножко класса смотрите какие просторные классы вот это круто мне просто нужно заплатить за обучение да выгалтерия мне нужно ой как красиво еще иди чуть-чуть поднимись покажи подписчикам может быть актовый зал на катом этаже поднимешься покажешь вам чуть-чуть покажу снова школу тут у нас класс английского только английский класс но еще и математик сам еще вот так это просторный как в американских школах каждому каждому так каждом классе у нас шкафчики где могут дети положить вещи сейчас покажу вам вот такие вот зеленые шкафчики опять вказал шоу 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 слова у нас внизу на этаже мои друзья попа русские литературы на пассиве на третьем этаже Биография, биология, информатика общественного знания, вот такие. Так, туалеты, кажется, вам пришли. Так, не блядь, все, конечно. Тут классно. Пока, говорит, Максимушка. Давайте сейчас вам... Максимушку. Всем привет. Это мой одноклассник. Я Максимушка, да? Так, смотрите, еще детская такая площадка. Нет, смотри, строится кафетерий. А, тут будет кафетерий у вас, да? Понятно. Ну, кстати, в кафетерии... Очень много денег вы получаете. Получает школа? Ну, конечно. Так, а еще, смотрите, какая тут получается такая большая площадка есть. А для чего она, милаш, не знаешь? Ну, а тут мы для трус, чтобы мы подходили и... А, и еще такая... Ну, может быть, какие-то будут все равно, может быть, в футбол играть, да? А есть еще такая волейбольная площадка, видите? Вот. А все тут, да, в принципе? Да, все смело. Так, ну, а ты еще снаружи школу не снимала? Пойдем. Да, ладно. Да. Пойдем, нас Маргарита ждет. Маргарита сказала, что Оскара возьмет. Да. Да. Так, и... Сейчас я вам покажу еще. Немножко издалека. Когда меня собираешь, пожалуйста, будьте после Варвара, пожалуйста. Ладно? Хорошо. Окей? Угу. Все. Пойдем. Милана, у меня с другой стороны машина. Милана, с другой стороны машина. Пока. Смотрите, вот так. Пойдем. Вот. Смотрите, вот такая вот яркая школа. Охрана. Что? Охрана, говорю, бдит. Не пропускает. Пойдем. Пойдем, Милана. Смотрите, какая. Ну, короче, прикольная школа. Милана, ну тебе эта школа больше нравится? Да. Тебе это здание больше нравится в школе? Да. Да? Прикольная, да? Ага. Вам как-то, мне кажется, тут попросторней. Да? Ну, да. Лошадки такие, конечно. Ну, конечно. Ну, конечно. Вот, видите, детки гуляют, видите, все загорожено, то есть это и охрана такая прямо вот бдит вас, да? Мм? Бдит охрана вас. Есть такое. Сожжение, у меня и такое бывает. Так, ну что, а мы выдвигаем... Милана, у тебя сейчас маникюр. Да, это страшно. Да. Смотрите, какие тут цветы. О, мандарины. О, мандарины. О, мандарины. А давай, Сергеем, один попробуем? Не, не нравится. Почему? Мне нравится. Подожди, а это не мандарины, это апельсины, наверное. Да, это апельсинчики растут. Прям такая апельсиновая тут роща. Ага, апельсиновая роща прямо напротив школы. Ну, вот так. Район оба здесь. Вот верхняя получается оба. И все-все-все новые дома здесь. Ну, вот как-то так. И вот такие трансферчики Милаши забирают. Все, мои дорогие, едем в Миланный маникюр. Милана, нам где-то нужно откопать с тобой зимнюю обувь. Чего? Зимнюю обувь надо найти. Так, ну что, мне совершенно подфартило. Машин мало. Может быть, потому что рано приехала. Значит, все, поставила машинку на мойку. И мы идем с вами опять в Тосмур на рынок. Я, наверное, в Тосмуре на рынок хожу чаще, чем на свой рядом с моим домом по субботам. Ну, вот так вот. Так случилось. Нам с вами нужно только гранат, авокадо и, в принципе, все. Потому что мандарины, там, это можно есть, а вкусные марокканские привозят и нам в Россию. Поэтому думаю, что мама, когда приедет, уже помидоры я не довезу. Поэтому что довезу, то привезу. Вот. Так. Ну все. А мы с вами идем на рыночек в Тосмуре. И как раз он около Мигроса находится. Ну и все, пошли вот эти лавочки. Нам с Миланой, естественно, ничего не надо. Да, потому что мы уезжаем завтра уже и потом уже приедем и придем закупаться. Ну, мне надо авокадо по 15 литр, по 20 литр. Что-то как-то... Мягкие по 10 литр. Вот, смотрите, огурцы 15, были 10. Может, это в начале? Клубника сколько была? 35. Так и клубника и стоит 35. Есть по 50, крупная. О, чем-то так вкусно пахнет. Чем-то таким вкусным печеным. Так, мы с вами ищем гранат, да? Гранат, гранат, гранат. Тут по 40. О, вот, смотрите, какие гранаты. Я хочу еще... Я хочу еще 35. Я хочу еще желтые найти, если будут вот эти желтые гранаты. Хочу, чтобы и такие, и такие. Так, там по 35. Сейчас мы с вами посмотрим. Ой, что-то вообще... На рынке мало-мало людей. Все еще не проснулись, что ли? Так, тут гранаты... Ага, мираба. Тут гранаты 30. Кстати, вот мы, наверное, здесь еще с вами и возьмем. Красные. Красные 30. Я просто хочу посмотреть, может быть, будет этот сорт желтый. Сейчас мы быстренько пробежимся с вами. Тут тоже красные. Смотрите, по 25 уже. О, вот желтые. Смотрите, по 25 гранаты и желтые. Здравствуйте! Здорово! Здорово! Это без косточек. Ага. О, ничего себе без косточек. Так. Да. Да, Леви. Это без косточек. Пробуй. Тест. Вкусный. Тест. Вкусный тест. ой вы тут сразу и сок делаете да я купю вкусно вот какая красота пока моют мою машинку дела таких я гранат и таких и желтых и красных прям такие небольшие смотрите вот сделай авокадо сделай твердые, чтобы не раздавить их потому что будет в багаже ну все, мусечки еще сладочки куплю и все, мусечки вот презентуют ну а я жду свою лялю и поеду в аптеку помните я вам снимала джек-расселов смотрите этот малыш подрос ты что грызешь то? ты что такой грызун что ли? а ты ему разрешаешь ты же мать и разрешаешь грызть ему да? ну что это такое? дети да? они и есть дети смотрите какая мамочка лежит такие дворовые джек-расселы так мои дорогие что-то мы давно не были с вами около моря раз я еду сейчас в махмутлар мне надо заплатить за интернет вот думаю давайте посмотрим с вами морюшка дойдем до него так я тут спущусь или нет? спущусь класс ну смотрите я в легкой вообще в легкой-легкой рубашке и погода просто потрясающая смотрите в кафешечку работают даже зимой вот так ну как же у нас красиво да? ну красиво же у нас эти люди сидят на пикничке наслаждаются морем я вот иду я в легких белых брюках и в легкой рубашке а тут даже видите лежачки предлагают ну что моря привет рыбачик тут с удочками а тут рыбаки давайте чуть-чуть отойдем вот так и все и я минутку помолчу а вы скажете привет морю и и и Такая моресторопия, да? Так же замечательно. Так, ну, мои дорогие, рассказываю, как проходит мой день. Сходила к морю, с вами поделилась морюшком. Значит, уже время, сколько, пол первого, а я уже и гранат купила, и на рынок сходила, машину помыла. Значит, единственное, что не получилось, заехала заплатить за интернет, сказали, что будет подорожание, поэтому, к сожалению, сейчас проплатить нельзя, сказали, только в феврале. Заехала в аптеку, купила мешок лекарств, но меня еще просила за от школы какие-то, не знаю, какое-то лекарство купить, та, которая в мытищах. И вот купила ей, купила маме сердечный такой аналог, купила ей капельки для глаз, потом, ну да, потом она вот мне присылала свои, как бы, от сердца, для сердца, вернее, для хорошей работы сердца, которые ей врачи прописали. Вот я здесь аналог в Турции нашла, и капли в носик. Ну, я такой беру, тут разный от ревин, ну, типа нашего, но помогает значительно лучше. И, мои дорогие, вот кто будет все-таки в Турцию? Телолхот, это просто что-то с чем-то, это незаменимое вообще лекарство от простуды. Вот так оно выглядит, я не знаю, у меня Милана выпивает 4 порошка, и все, и ни температуры, ни простуды, ничего нет. Так что вот маме тоже пару пачек купила таких, тут сколько их? 12, по-моему, да, 12. Ну вот, я такая прям умница-умница. Так, еду я на помощь к нашему украинскому другу, и потом платить за квартиру, и, в принципе, сейчас пока буду у него пить чай, посмотрю, какой список моих дел, и что я еще не сделала до отъезда. Ну вот, молодцы мы, молодцы. Время пол первого, и столько уже дел переделали. Здорово как! Смотрите, какое пришло заведение, где вот Энджел, мишки. Далее планшет, ничего не видно, сейчас будем пробовать. Смотрите, да? Сейчас, секунду. Паэла есть. Да, Паэля? Сейчас, минутку. Так, и смотрите прямо на берегу моря. Паэла есть на 25 центов. Да? Да, и какой-нибудь бакалатик, нет? Есть какой-нибудь с липой чай? Липа. Липа. Это непонятные все растения для нас. Так, сейчас, вот этот, наверное, вкусный будет. А вот, это не липо? Во! Нет, вот она, нет? Нет, это не липо. Это не липо. Нет, не липо. Вот есть ромашка, смотри, вот можно с ромашки. Ромашка? Это понятная ромашка. Ага. Но это все, может, какой-то наркотик. Можно микс. Ну, круга. Нет, ромашка. Ромашка? Поми. Окей, окей. Да, ромашка, ромашковая, да? Ромашка, окей. Ага. А что это такое? Ротшик. А, все, вижу. Подписано. Ага. Ой, как у вас тут миленько. И вы такой прям в голубом. Смотрите, как тут и есть готовят. Ну, я вам уже этот ресторан показывала, но я сегодня пришла первый раз с него поесть. Смотрите, тут какие закуски. И там так готовят. Тут тоже, видите, вот прям закусочки. Готовят салатики. Холодный цех. Ой, а тут, смотрите, какой хамон там. Прям мясо. Красивое. Это вот как раз этот Энджел, который с мишками. Ресторан. О, какая пицца красивая. Ну, все, мы сейчас чай, поэрья и салат с морепродуктами. Спасибо, Катю. Дорабах. Смотрите, да? И прям на Ладненьскую крепость. Мимимишный. Мимимишный. Хотела вам еще показать... Знаете что, не показывала вам туалет? Он просто такой прикольный. Хочу вам показать. Сейчас посмотрим, чтобы там никого не было. А, сейчас там выйдут. Я вам покажу. Смотрите, я зашла. Такие вот обои. Смотрите, раковины. Зеркало большое. Вообще прикольное, да? Так очень атмосферное здесь. Так, готово вам еще показать. Скажите, Толя-то я еще вам не снимала. Ну, обед был очень вкусный. Я сейчас вам все расскажу. Сяду в машину, отвезу человека и расскажу. Ну что, заключительный у нас с вами заключительное включение. Всем привет. Милана. 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 Да? Только-только пошла. Милана со школы я забрала. А у нее там ЕГЭ была подготовка. ОГЭ вообще-то, мама. Еще ЕГЭ не надо. Нет, пожалуйста. ЕГЭ, ОГЭ, какая хрен разница. Так, ладно, смотрите. Давайте я вам не могла вам снимать, ну, потому что обедала с таким человеком. Съели мы, значит, в этом Мишкином ресторане. Съела я... Мишкином. Мишкином, Мишка. Да, мы были там. Вот, съела я суп с морепродуктами. Взяли мы с ним одну на двоих паэлью. Вот, ну, чаев таких достойных видели много, всяких разных. Выпили чай зеленый с ромашкой. Я хочу сказать, еда очень вкусная, цены дорогие. Вот, ну, в принципе, наверное, наверное, как бы так, если сопоставлять, наверное, вот как лост. Чего-то? А, что-то вот наподобие лоста, вот, да-да-да, то есть ценник такой, приличный. Но вкусно, очень кормят. Милана, как у тебя дела? Ну, давай поговорим, как у тебя дела? У меня все замурчательное. Милана говорит, у нее все замурчательно. Устал, а завтра ехать. Вот, ну что, завтра, смотрите, я хочу вам сделать отдельно обзор, когда вы выезжаете... Обзорчик Москвы. Нет, нет, нет. Перед тем, как сделаем обзорчик Москвы, я хочу вам сделать такой обзор, где парковать машину в аэропорту, около аэропорта Анталии. Посмотрим с вами цены в самом аэропорту или рядышком, есть ли трансфер, если это рядом и так далее. И рассказать вам о документах, которые необходимы для того, чтобы вы уехали за границу, ой, ну как, к себе на родину или за границу, без разницы, а оставили, например, машину здесь, в Турции. Я вам такой обзор сделаю. И второй обзор сделаю... Послушайте, у меня есть карта Тинькофф Премиум. У нас... у меня 4 прохода в бизнес-зал. За границей не работали бизнес-классы и лаунж-зоны. Вроде бы, как все это возобновили. Вот попробуем прорваться в анталийский бизнес-зал. Понятно, что в московске мы и так прорвемся. А попробуем в анталийский. Потому что посмотрела по списку бизнес-залов. В Анталии есть терминал ли один, как раз откуда мы будем улетать. Поэтому прорвемся в бизнес-зал и вам тоже сделаем обзорчик бизнес-зал. Если мы прорвемся туда. Сможем ли мы попасть. И как быстро Тинькофф компенсирует нам этот проход в бизнес-зал. Ну вот такие у меня планы. Ну и конечно же, я вам честно сказать, честно вам говорю, мне некогда будет делать каких-то... куда-то выходить в Москву, что-то смотреть. Ну что нас хватит? Ну да, может быть, что-то, конечно, вам поснимаем. Но... Не обещаем. Да, не обещаем, потому что дел очень-очень много. Ну конечно, встречу с нашей бабушкой обязательно вам снимем. Ну а на сегодня спасибо, что были с нами. С вами были северные. Голи-голи, горушу-рус. До новых встреч. Мы вас любим, ваши северные девчонки. Милана, поцелуйчик. Да, а у нас сейчас будет горюшка-горюшка расставания с нашей собакой. Так что будем отдавать ей, Маргарите, нашего пся. Почему? Ну нормально все. Ну да, все нормально. Ну, будем отдавать нашего пся. Псину. Нашего мальчика. Псину. Псину. Короче, нашего осечку будем сейчас отдавать. Все, мои дорогие. Голи-голи. Гору-шу-рус. До новых встреч. Челую вас. А нам завтра хорошего полета. Всегда.